День и ночь, мы с тобой в Гаванье! Вот мой пирожочек. Аккуратненько с головой. Портит настроение. А где сегодня вечером ко мне зайди? Мы продолжаем гастронировать по Кубе. Такой Мерседес вы сейчас офигеете. Новый день, время 6 часов утра. Уже выезжаем на экскурсию и нам ехать примерно 3 часа. Я уже кушаю в автобусе. У нас сейчас здесь такой завтрак. Нам выдали паёк с утра, потому что ещё закрыта столовая. В общем, мы продолжаем наши гастроли по Кубе. Но должно быть интересно. Едем в пещеру индейцев и прочее-прочее. У нас остановочка с красивым видом. Здесь смотровая. И хочу вам рассказать ещё один интересный факт про Кубу. Здесь принято давать деньги, когда заходишь в туалет. Женщине, которая сидит рядом, она выдаёт бумажку. И ей нужно какую-то денежку дать. То есть туалет бесплатный. Но принято дать денежку. Вот это очень странная такая ситуация всегда. Потому что мы часто по пути выходим в туалет. Не всегда есть какие-то мелкие деньги. И вообще он бесплатный. И нам гид говорит, что туалет бесплатный. Но если не дашь денежку, то она либо не даст бумажку, либо будет вообще проклинать какими-то словами на своём языке. Вот поэтому мы иногда даём, иногда не даём по-всякому. Вот сейчас зашли, и большинство не дали денежку. Она просто со скрипом отдала эту бумажку всё-таки. В общем, это странно. Это какая-то странная традиция. Не знаю, как это ещё назвать. И ещё хотела добавить. Если бы эти деньги отдавались за какой-то прекрасный сервис, но обычно в кубинских туалетах проблемы со сливом воды. Там часто не бывает воды в раковинах. То есть иногда хорошие туалеты, где, в принципе, видно, что ухаживают, там положат цветочки где-нибудь. А где-то всё очень плохо работает, но при этом деньги всё равно просят. А вот мой пирожочек тут. А вот мой пирожочек. Мы два пирожка в горах. Горные пирожки. Сегодня, кстати, туманно, немножко дождик. Но зато так приятно, легко ходить, когда нет пекла. А вот там у кого-то очень кайфовый бассейн. Кстати, я в одной серёжке не потому, что я её потеряла, просто я её сняла, пока спала. Я прям на этой стороне спала, и было неудобно. У нас остановочка. Сейчас поведут в пещеры индейцев. И представляете, тут пальмы по всей скале растут прямо из скалы. Это офигеть. Где они там находят вообще землю, грунт, чтобы расти? Смотрите на парковке, какой красавчик стоит. Восход. Сейчас будем заходить в пещерку. В пещерку индейцев. Индейцев мы уже только что видели. Фейковых, правда, немножко. Почему? Может быть, это потомки индейцев? Да, точно, может, это их родственники ближайшие. Мы зашли в пещерку, и здесь так, немножко крипово. Ну, как и обычно в пещерах, потому что замкнутое пространство, так или иначе, красиво, конечно, да, Руслан? Иду такая, иду и вижу на потолке, как будто лицо человека, такой носатый мужик. И не только я увидела. О, ничего себе у нас началось тут. Я вот это не люблю. Пролезаем в узкую пещелку. Ой, 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 ой. Аккуратненько с головой. Все. Так себе у них, конечно, коридорчик. Переход из гостиной в столовую. Мы стоим в очереди на моторной лодке, а ощущение, как будто мы в каком-то парке аттракционов, типа парк Universal, аттракцион Индиана Джонс, потому что вокруг все настоящее, а кажется, как будто это, знаете, такие декорации к классному тематическому аттракциону. Все, мы стартанули, наконец. Погнали на моторной лодке по пещере. Наташка, ну что, красивая экскурсия? Да, красиво. А еще мы видели буйволок. Жалко только, что на нем катаются. По-моему, он хрустит из-за этого. Кушать, поедешь? Да. Поехали, я тебя отвезу покушать. Красивая пещерка. Да, чудесно. Ребята, мы в такое красивое место приехали обедать. Здесь скалы, и они разукрашены в 70-е годы художниками. Смотрится очень интересно, как будто, знаете, такая природа, 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 и внутри природы появилась картина. Начинается катание на ретро-машинах, и пока мы ждали остальных, мы вышли на улицу пофоткаться. Пофоткались с машиной, и случайно оказалось, что именно на ней мы поедем кататься. Вот такая судьба у нас с этой красной тачкой. У меня такой небольшой эффект дежавю, потому что в Париже совсем недавно мы тоже катались на ретро-машинах, но было намного жарче. Сейчас комфортно и приятненько мы поедем на август. Курсулана три раза зависла в сторис, и он ругается. Мы проехали мимо Капитолия, мимо этого красивого здания. Такой классный сторис не получилось. Да, два раза зависла. Инстаграм в последнее время чудит. Но ничего, мы сейчас еще раз снимем. Я поэтому не люблю снимать сторис. Они то зависают, то еще что-то портят настроение. Вот лучше бы я было бы снял возле этого Капитолия, было бы гораздо. У нас тут прям какое-то свадебное застолье. Кому-то 26. Кому-то 26 реально. Ну и кому-то 26. Не мне. Ребят, еда у нас классическая, как вот прям всю поездку продолжается, поэтому, наверное, даже снимать ничего не будем про еду. Все как всегда. Пиво, рис и вот что-то там миску немножечко. И шашлыки какие-нибудь, мясо, курицу. Но пока курицу принесли, скорее всего, еще свинину принесут. Классик. Мазик с кетчупом. Это сухарики. Сигнализация такая. Сигнализация на фоне. Ну, Рафику вроде нравится. А еще не вечером ко мне зайди в ванную комнату. Я покажу, что мне еще нравится. Доброе утречко. Вчера у нас был свободный вечер, и мы потратили его на то, чтобы пойти в клуб. И мы там потусовались как следует. Илюха, тебе понравилось тусоваться вчера? Устал человек. Но у нас сегодня экскурсионная программа начинается с 12, поэтому мы не упустили свой шанс и вчера пошли потанцевать. Там еще было шоу. Мы посмотрели шоу, потом потанцевали, и потом еще номер чуть-чуть потанцевать. В общем, мы бегли спать. Мы только к 6 утра. Уже успели сходить на завтрак. Завтрак в этом отеле шикарный. И сейчас мы вам покажем бассейн, потому что он здесь не менее шикарный. Вкусно, Наташа, тебе было на завтраке? Невероятно. Там был пармезан, там был авокадо, всякая там пармская ветчина. В общем, дорого-богато, лакшери, лучший отель Гаваны. Мы уже выехали, двигаемся в сторону Варадера. Сейчас у нас в автобусе идет подсчет денег, потому что вчера мы, как школьники, скидывали последние куки в клубе, потому что осталось очень мало, а хотелось купить что-нибудь. В общем, сейчас еле-еле рассчитались, и похоже, это было, как будто мы в монополию играем в автобусе. Так, а у меня голос немножко подсел. Классика, потому что вчера пели песенки, и он у меня всегда садится после того, как я попою. Сейчас покажу вам наш гастрольный автобус. Мы продолжаем гастролировать по клубе. Ситуация здесь вообще неизменна. Вот такая подушка импровизированная сделали вот из этой штучки. Да, он снимает ее и кладет как подушку. А вот здесь у нас висят вещи, сушатся, знаете, шортики, вот это все, шляпки. Так что мы возвращаемся в Варадеру уже как себе домой, но уже в другой отель. Ну и, может, мы по дороге куда-нибудь заедем. Так что до встречи в наших следующих включениях. Итак, наша остановочка заключается в том, чтобы попробовать самую вкусную на кубик виноколаду. Это место так и называется. Виноколада Оазис. Вот видите, какая надувная бутылочка стоит Гавана Клаб. Вот так красиво выглядит виноколада, прям в ананасе. И здесь добавляется немножко рома, но при желании можно добавить. Смотрите, здесь ром 7-летней выдержки. Не хухры-мухры. То есть это дорогой ром. Я, пожалуй, добавлять не буду. Не хватит. О! Я сегодня, кстати, ноу-мейкоп. Решила отдохнуть немного, потому что жара, и надоело немножко краситься. Так что вот такая натурель. Нам включили русскую песню. Я как будто, знаете, где-нибудь на российском юге. Шашлычки. Ну что ж, продегустируем. Мне очень нравится. Просто девочки сказали, Юлю точнее, что это не самые вкусные виноколады, а мне кажется, что самые вкусные, из которых мы пробовали. Ну как, вкусно? Да, да. Очень вкусные. У нас тут прям русская дискотека, ребят. Бармен узнал, что мы русские, и включает русскую музыку. Мы поднимаем законы за все страну. Мы поднимаем, мы поднимаем. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в Гавайи. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в Гавайи. День и ночь, это между нами. В Гавайи. В Гавайи. Ребята, я тут на заднем дворике увидел такой Мерседес, вы сейчас офигеете, смотрите, какой красавчик, и девушка в красном. Ох, ты кстати с ним хорошо смотришь, вообще улет просто, машина огонь, я просто поражаюсь машинам на Кубе, эстетическое наслаждение, просто ходишь, видишь их и наслаждаешься. Мы приехали в заключительный отель нашего путешествия, мы здесь будем три ночи, даже не верится, что мы где-то будем так долго, у нас даже сегодня свободное время, завтра свободный день. Будем наслаждаться океаном, не знаю, кушать, здесь вроде бы all inclusive, но в общем все покажем и расскажем. Давай, хватай чемодан, пирожок. Вполне милый ресепшн, но здесь снова жарко, потому что открытое пространство, нет кондиционера. По сравнению с предыдущим отелем, конечно, попроще, но это была столица и лучший отель в столице, а это все-таки отель в маленьком городе Вородеро, но по-моему очень приятненький, очень светлый. Ой, как там хорошо, столько пальмочек, смотрите, красиво. Угощение. Чисто наше привычное состояние в течение девяти дней приехать куда-то и получить вокал. Ну что, без алкогольного? Это сок, это просто сок, если что. Территория отеля такая огромная, что мы едем к нашему номеру на машинке. Мне кажется, мы здесь со всеми блогерами потеряемся и не будем видеться. Хотя мы там соседи, поэтому, возможно, и нет. Очень большая территория, много бассейнов здесь. Но нам сказали, что наш номер рядом с бассейном и с океаном, это самое главное. И прическа у меня ужасная. Мы уже заселились, территория отеля просто какая-то бесконечная, похожая на мини-городок. И добро пожаловать к нам домой, пойдемте покажем, что у нас там. У нас здесь куча наших вещей и вот такой номерок. Ну, достаточно скромненько выглядеть снутри, внутри, как внутрь, смотря изнутри. Да, на самом деле территория предвещала нечто более помпезное. Здесь весьма скромненько, но прохладно. Вид, собственно, на сад. То есть мы на первом этаже, нам очень легко можно здесь выходить на пляж. Не нужно ходить по лестнице. Да, пляж, кстати, рядом, вон там пляж, а вот здесь рядом у нас бассейн. Тут несколько бассейнов на территории. Мы возле одного из них. Возле главного. И вот такая ванная. Мрачноватый этот цвет, да, немножко? Да, темно как-то. Темно. Как и краситься-то? А, я не буду краситься, я же на курорте. Все, в общем, вот так вот. Сейчас, наверное, примем душ и пойдем купаться. А спать? В автобусе кто не поспал, тот плохой. Чуть все не спалось, настроение было такое хорошее. А вчера мы спали 3 часа только. Я выспался, значит, я один пойду купаться. Последнее наше включение было полтора дня назад. Вчера мы решили отдохнуть от съемок и просто купались, загорали. И, видимо, немножко перезагорали, потому что у Руслана к вечеру поднялась температура. Сначала было 37, ночью 38,8. Я уже, конечно, начала паниковать, потому что не понимала, что происходит. Не было ни кашля, ни насморка. Потом до меня только дошло, что, скорее всего, это был солнечный удар. И сегодня у нас было запланировано мероприятие на яхте. Я на него не поехала, чтобы контролировать Русика, лечить его, потому что он до сих пор лежит. И все это мне напоминает ту самую поездку в Нью-Йорк, где Руслан заболел. И нам завтра улетать. И я, конечно, очень нервничаю из-за этого, потому что температура сегодня держится. С утра было 37, а сейчас опять 38,3. Вот такие дела. Болеть в отпуске, это ужасно. И даже не знаю, что лучше заболеть вначале и успеть выздороветь к вылету, либо заболеть перед вылетом и лететь. 12 часов с температурой. Я, конечно, надеюсь, что к завтрашнему дню все наладится. А пока иду в медпункт, советоваться узнавать, как с ним лучше поступить. И в интернет тоже выйду, почитаю, что делаю при солнечных ударах. Так что, ребята, аккуратнее с солнцем. Мы вроде вчера прям под прямыми лучами не загорали, но, видимо, достаточно долго гуляли просто по городу в солнечное время. И Русику поплохело. Кстати, пока иду до медпункта, хочу вам рассказать, что вчера вечером мы были в классном японском ресторане. Этот ресторан находится на территории отеля. И там повар прям при нас готовил. В общем, это было такое шоу. Но при этом еще и после вкусной еды наконец-то покушали креветок. Все очень понравилось. И вообще все было бы прекрасно. Вчера был очень красивый вечер, если бы Русик не заболел. У меня у самой, кстати, голос до сих пор не вернулся. Немножко хриплю, кашляю, но это мелочи. У меня температуры нет, все хорошо. Надо вылечить Русика. Всем привет, ребята. Я снова в строю. Правда, вот у меня я все время потею. У Русика было тепловое истощение, вызванное перегревом. Ему этот диагноз поставила я. Но, судя по тому, что он снова в строю, я правильно его лечила. Поила водичкой, восстанавливала водный баланс. Целый день Руслан пил воду. Он очень долго держался температуру, но, к счастью, к вечеру она начала падать. И сейчас холодненький даже. Наоборот, мне кажется, уже в 35 ушло. Ну, в общем, у него еще слабость. Но для перелета хорошо, что нет высокой температуры. Да, мы все уже вещички собрали. Ждем автобус, сейчас поедем в аэропорт и полетим в Москву. По Кубе выводы. Мне лично больше понравился городской отдых здесь, чем курортный. Потому что, если сравнивать отели кубинские курортные, например, Турцию, то очень большая разница. Здесь попроще сервис, попроще еда. Но зато в городах очень много чего можно посмотреть. Поэтому я вам советую хотя бы однажды побывать на Кубе, пока сюда не пришел глобальный прогресс. Здесь очень интересно, как будто окунаешься в прошлое. Да, пока машины старые не заменили какими-нибудь новыми. Они уже потихонечку внедряются. И, кстати, я хотел про машины рассказать. Как здесь появились российские машины? Если верить гиду, то между Россией и Кубой было соглашение о взаимопомощи. И меняли российские машины на местный сахар тростниковый. Вот, собственно, они так и поменялись. То есть бартер. А по поводу американских машин, до того, как кубинцы поссорились с американцами, было очень много американских машин, потому что Америка здесь рядом. Это закончилось все в 60-х годах. И вот они с 60-х годов эти машины сохраняют и поддерживают их вот в таком чудесном виде. Во многих машинах, кстати, я узнал, стоят уже кондиционеры. Они там их переделают, модернизируют, но внешний вид оставляют прежним. Потому что бережливые, государство небогатое, и каждую машину ценят. Все, на этой чудесной ноте мы с вами прощаемся или говорим пока, там, до свидания. Мы уже так хотим домой, мы не представляете. Потому что это был очень долгий пресс-тур, максимально долгий, 11 дней. Мы прожили здесь целую жизнь, вы вместе с нами. И еще, конечно, скучаем по интернету, потому что очень тяжело было быть с вами на связи. А в этом отеле еще он очень плохо работал, это была жесть. Так что все, до встречи в новых видео. Ставьте лайки, если вам понравилось путешествовать по Кубе вместе с нами. И всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok